всем привет ребята это зима альберт и сегодня я хочу вам рассказать как работают в америке традиционный классический бородатый real estate scam или по-русски это real estate мошенничество к сожалению это явление есть сша и она наверно везде есть и я хочу вам в этом видео показать как это работает изнутри потому что если вы столкнетесь с таким в жизни это крайне неприятно и очень убыточно итак поехали представьте себе такую ситуацию есть семья которая не так давно приехали в америку которые не очень хорошо говорят по-английски не очень хорошо понимают как работает недвижимость сша и они ищут себе недвижимость для аренда апартмент или дом и они видят что процесс поиска он довольно сложный то есть очень очень много конкуренции буквально как только появляется где-то свободная недвижимость тут же на нее накидывается 5-7 кандидатов которые заполняют аппликации и перед вами забирают эту недвижимость если вы какому-то лендворду звоните или менеджмент компании звоните и говорите я хочу арендовать эту недвижимость они говорят ну окей у нас уже есть 9 аппликаций или 5 аппликаций и вы конечно можете заполнить но шансов у вас маловато это довольно обычная ситуация для сша когда спрос очень превышает это то что есть очень быстро разбирается и особенно это проявляется в тех городах которые сильно перегрета в смысле рынка недвижимости такие мегаполисы как нью-йорк или майами или лос-анджелес и что получается такой ситуации люди которые хотят что-то арендовать у которых совсем немного есть денег и они первую смотрят вторую третью и каждая недвижимость оказывается что уже кто-то забрал уже занято уже ушла и тут они видят где-то в интернете какое-нибудь объявление на крейс листе или другом каком-нибудь сайте где показывается что вот картинки вот адрес есть интересная недвижимость и цена такая довольно симпатичная до affordable и эти люди бегом едут туда смотрят там висит локбокс они заглядывают в окна видят что дом или апартамент хороший им подходит и они тут же звонят лендварду телефон которого указан на этой это на этом объявлении и там начинается следующая история тот человек который которому они позвонили говорит да окей мы можем взять от вас аппликацию заполните и отправьте на такой-то email они бегом заполняют эту аппликацию отправляют на email лендварда ну либо менеджмент компании якобы менеджмент компании дальше эта аппликация ну буквально сразу им перезванивают и говорят что окей вы опробованы вы можете получить эту недвижимость вам нужно security deposit вам нужно платеж за первый месяц или за первый и второй месяц допустим там платеж в месяц полторы тысячи долларов security deposit полторы процессе на плеки еще на 100 долларов полторы за первый месяц и полторы тысячи за последний месяц итого в сумме получается 4600 долларов люди говорят да окей деньги готовы куда слать те говорят подождите вам нужно подписать рентный agreement окей отправили рентный agreement по электронной почте подписали вернулся все подписано все хорошо окей мы хотим оплатить да тут выясняется следующий момент что тот человек который ответственен за эту недвижимость якобы менеджер он находится в другом городе он недоступен по той причине что у него умерла сестра буквально позавчера она ехала на розовом велосипеде по спокойному хайвею ее сбил трак и к сожалению сегодня вся семья на похоронах где-то в другом городе там в восьми часах езды от этого места где находится эта недвижимость и этот менеджер к сожалению не может сейчас приехать и оформить рент и вам придется подождать возможно 7-8 дней люди которые хотят эту недвижимость естественно говорят ну а можно как-то мы 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 оплатим потому что мы хотим секьюритизировать эту эту сделку и менеджер говорит ну в принципе да мы могли бы это сделать вот вам аккаунт отправьте сюда wire transfer или какой-то еще там чек отправьте на такое-то такое-то имя и мы секьюритизируем сделку и мы вам дадим код от логбокса и вы сможете попасть внутрь недвижимости или допустим уже дали код от логбокса и люди посмотрели недвижимость внутри и им все нравится и люди отправляют эти деньги селятся в эту недвижимость они спокойны абсолютно у них есть договор аренды они разговаривали с менеджером и они начинают жить в этой недвижимости проходит неделя или две недели у них на пороге появляется человек и говорит здравствуйте я я owner недвижимости а кто вы они говорят ну мы мы арендовали эту недвижимость две недели назад вот договор вот мы оплатили вот вот все там аппликации все такое он говорит нет я никому не сдавал недвижимость в аренду я я вообще продаю этот дом дом стоит на продаже и я его продаю как owner но я так как я живу там где-то другом районе или даже другом городе то я только сейчас узнал о том что кто-то живет в этой недвижимости и образуется проблема потому что проблема у оунара недвижимости потому что у него нелегальные поселенцы в его объекте и вторая проблема у людей которые арендовали эту недвижимость у них проблема потому что они потеряли несколько тысяч долларов и им кто-то совершенно посторонний сдал вариант якобы сдал вариант недвижимость итак давайте сейчас покажу несколько признаков такой ситуации чтобы вы ее легко ну как бы определили если вдруг она где-то у вас окажется в поле зрения первое в центре такой в центре такого скама всегда находится недвижимость какой-то горячей эре где спрос сильно превышает предложение второе недвижимость обычно предлагается по довольно выгодной цене то есть смотрите если вы откроете какой-нибудь сайт вроде крейс листа вот я открыл для соус майами соус флориды майами и вот это area открыл крейс лист где сдают вариант апартменты и дома и посмотрите цены 1600 1500 1275 это кондо небольшой 2000 2195 1700 ну и так далее то есть если я поставлю ценник что-нибудь в районе 1200 за довольно приличный дом то очень легко я найду тут же десятки желающих кто хочет этот дом дальше откуда берутся фотографии у скамера скамер берет фотографии из какого-либо листинга который где дом на продаже возможно даже с другого штата и берет эти фотографии и ставит в раздел forend и рекламирует это как forend by owner и никогда нет адреса на таком объявлении да то есть есть фотографии но нету адреса и по фотографиям сложно понять это в каком городе этот дом он может где угодно находиться скамер ставит какой-нибудь zip код или название улицы и это в принципе все что вы можете знать об этой недвижимости обычно этого достаточно чтобы люди начинали звонить на контактный телефон либо писать на контактный email и задавать вопросы а можно нам эту недвижимость мы хотим мы готовы и так далее дальше что делает следующая следующую вещь скамер и это очень важный признак цена выгодная желающих больше чем отбавляя больше чем нужно гораздо больше чем нужно и что делает скамер он говорит я недоступен сейчас и ближайшие несколько дней меня нет в городе потому что грустная история всегда есть на поверхность не грустная история всегда так называемая sub story если вы такую sub story слышите это верный признак того что данное объявление является скамер следующая вещь вам вполне могут дать код от локбокса который висит на недвижимости для того чтобы вы как кандидата зашли внутрь посмотрели и убедились что вам все нравится и вы готовы на сделку я потом скажу откуда этот код у скамера следующая вещь автоматически когда человек считает что ему дали в локбокс он думает что с ним контактировал тот человек который уполномочен управлять этой недвижимостью owner либо менеджер недвижимости дальше человек аппликант на недвижимость проходит некая некий конкурс то есть ему говорят у нас уже есть пять аппликаций или у нас уже есть три аппликации то есть вы будете ну не единственным и человек говорит ну давайте я попробую и он начинает заполнять аппликацию там все свои данные фамилия там social security рентную историю все все туда заполняет также туда заполняет там есть строчка в состоянии ли вы оплатить security deposit там первый месяц последний месяц и процесс инфи процесс инфи обычно там где-то 50 100 долларов в зависимости от города и и человек естественно эти все пункты заполняю что да 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 я готов я я уже созрел дальше договор рентный агримент рентных агриментов валяется в интернете сколько хочешь бери любой это довольно простой агримент на там пять семь десять страниц и скамер просто берет готовый рентный агримент подставляет туда фамилию этого кандидата из аппликации высылает ему по электронной почте говорят вот подпишите человек подписывает и думает ну все ну теперь уже недвижимость моя потому что если бы меня не одобрили в результате этого сложного конкурса то я бы эту недвижимость ну я бы не подписал рентный агримент после того как человек подписал рентный агримент у него естественно вопроса когда я могу заехать его скамер спрашивает а когда вы хотите заехать человек говорит я хочу заехать завтра первого числа скамер говорит к сожалению завтра завтра я не могу потому что я еще на похоронах моей собачки в другом городе а там где-то на другом конце страны и я еще очень долго здесь буду и и все такое кандидат говорит ну ну может я как-то могу секретизировать ситуацию чтобы недвижимость не ушла кому-то другому потому что мы очень много сил приложили для того чтобы найти именно эту великолепную недвижимость на что скамер говорит ну возможно мы вам пойдем навстречу хорошо давайте тогда отправляйте отправляйте чек вот название компании на которую отправить чек или там фамилия имя на которую отправить чек или wire transfer который невозвратный естественно куда нужно отправить чек отправляйте пожалуйста и мы вам дадим код от логбокса чтобы вы уже там завтра или послезавтра могли поселиться в недвижимости и вы можете быть спокойно если скамер говорит допустим ваш период рента наступает там через десять дней там первого там неважно июня за эти десять дней он может быть еще пяти другим людям успел точно так же в кавычках сдать в рент эту недвижимость который он не владеет поэтому смотрите допустим если тысяча ну вот здесь видите 1250 долларов в месяц однобедрубный апартмент обычно платится security deposit равный месячному платежу платится processing фи платится первый месяц и последний месяц то есть видите сумма получается почти четыре тысячи долларов и это только для обычного однобедрубного апартмента этот скамер он данную недвижимость скорее всего рекламируют на нескольких сайтах поэтому сейчас очень важный момент каким образом убедиться что та недвижимость которую вы хотите снять арендовать как убедиться что она не является скэмом смотрите как только вы узнали адрес ведь и здесь я еще не знаю адрес у меня нету номера дома название улицы города зипкода и так далее как только вы узнали адрес вы берете и забиваете в google поисковик адрес просто берете вот так вот ван ту три main street ну и так далее и и вы пробиваете этот адрес по разным сайтам здесь вот надо добавить потому что main street во множестве городов есть да то есть майами допустим флорида и zip код полный адрес забиваете 33014 что должно появиться в google поисковике а в том случае если вы разыскиваете адрес который с камер использовал уже да то есть это с кем ситуация это же адрес будет на множестве других сайтов в разделе for and by owner либо там фаса илбай унер и и вы будете видеть что много разных других сайтов также этот адрес рекламируют если этот адрес находится на сайте там zillotruller realtor.com это абсолютно нормально потому что так и должно быть но если вы видите там еще три десятка каких-то совершенно второстепенных сайтов которые являются ну скажем так маленькими игроками на на рынке недвижимости и вы видите что там везде рекламируется этот сайт этот адрес фурен и там могут быть разные телефоны контактные и разные и мэйла тогда это первый признак что этот адрес скемерский то есть что делает скемер он просто взял фотографии с какого-то листинга и взял оттуда улицу номер дома ну полный адрес и он этот адрес взял и раскидал на множество сайтов как for and by owner то есть владелец дома настоящий владелец дома он пытается продать эту недвижимость поэтому он фотографии выложил на сайте там зима realtor точка ком а скемер берет эти же фотографии этот же адрес и раскидывает на множестве сайтов как for and из кем гораздо быстрее получит от кого-то деньги за якобы ренд чем унар настоящий оунар недвижимости продаст эту недвижимость но естественно последний вопрос секундочку а как так получилось что у скэмера есть код от логбокса что такое логбокс это замочек который вешается на двери недвижимости которая стоит на продаже логбоксы очень простые там по 30 50 долларов продаются в магазинах home deep а ну вам во множестве разных магазинов и это просто коробочка которая сидит на дверях внутри нее ключи одну настоящие ключи от дома а на самом логбоксе вот эти вот кнопочки которая ну надо набрать код для того чтобы открыть эту коробочку значит смотрите скеймера возможно откуда-то получил этот код от логбокса как он мог его получить например он позвонил владельцу и говорит я очень мотивирован купить вашу недвижимость можно я ее посмотрю сегодня владелец говорит ну как бы мне сейчас неудобно подъезжать показывать вам недвижимость ну ладно запишите пожалуйста код один два три четыре скеймер говорит большое спасибо я сейчас посмотрю недвижимость и я вам отзвонюсь все у скеймера есть код от логбокса поэтому для того чтобы на этом этапе защитить себя да потому что если вы продаете недвижимость то так или иначе вам нужно будет иногда давать кому-то код от логбокса которого ну человеку которого вы не знаете поэтому прежде чем давать людям код от логбокса попросите его хотя бы сфотографировать свой драйвер лайсенс и прислать вам окей если это real estate агент попросите его сфотографировать свою визитную карточку и прислать вам real estate агент вам никогда не откажет еще одна вещь есть такая штука называется млс логбокс он стоит дороже и млс логбокс он отличается от обычного тем что он управляется удаленно по по интернету и вы на на этом млс логбоксе видите точное время когда заходил кто-то когда выходил кто-то вот видите вот здесь вот показывается то есть у у оунара есть специальная смарт на смартфоне приложение которое позволяет ну как бы дополнительную сейфти иметь и он четко знает когда в недвижимость кто входил и естественно если в недвижимость вдруг воспользовавшись кодом зашел кто-то кого вы не санкционировали то вы мгновенно об этом узнаете потому что вы этому человеку которые вы потенциальные кандидаты на нас кем-то в этому человеку не давали код от логбокса следовательно это тревожный сигнал что кто-то не санкционирование попал вашу недвижимость естественно если эти люди там ну якобы поселиться то есть незаконно вы уже через одну минуту будете знать что кто-то опять же незаконно туда проник поэтому вы легко можете во первых либо просто позвонить полицию и сказать что в вашей недвижимости кто-то незаконно находится либо вариант номер два вы можете сами туда подъехать и быстро разобраться в ситуации вообще в млс логбокс это очень стоящая вещь и им чаще всего пользуются real estate агенты если у вас если вы хотите быть защищены от вот этих вот скамерских проделок то используйте на своих объектах лучше млс логбокс он стоит дороже но его стоит приобрести если вы не знаете где его взять спросить спросите любого вашего знакомого риэлтора он вам подскажет каким образом его получить окей у меня на сегодня всего я надеюсь что вы немножко поняли как обстоят дела в америке да что общая ситуация что недвижимость часто сдают в рент абсолютно нормальная ситуация не владельцы недвижимости то есть вариант недвижимость может сдавать тот человек у которого лизинговый контракт с оунером время как недвижимость может сдавать менеджеры недвижимости или менеджмент компания понимаете поэтому Советский прием Просить владельца А покажи документы на недвижимость Тут не работает Потому что абсолютно нормальная ситуация Когда недвижимость Принадлежит Джону Смиту А сдает ее Вася Пупкин И он может быть абсолютно легальным менеджером Поэтому вам нужно знать Как выглядит Скажем так Скэмерский сценарий И не попадаться в такую ситуацию И если вы оунер недвижимости И вы продаете свою недвижимость То вам тоже нужно понимать Какие нужно сделать шаги Чтобы не попасться И не стать жертвой скэмеров Чтобы они в ваш дом не поселили Незаконных арендаторов Якобы арендаторов У меня все Спасибо за внимание Увидимся в следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok